Фигурное катание Матвеем Ефименко познакомился и наш Олег Шумейко. 3-3 к концу сезона и тройной флип, и тройной лут вставлять в программу. Но это будет постепенно. На первых соревнованиях действительно Матвей выступил хорошо, показал два акселя, два с половиной оборота, тройной тулуп и тройной сальков. Остальные тройные мы будем добавлять постепенно. Но в арсенале полный набор у него прыжков. Уровень мастерства фигуриста Вундеркинда настолько высок, что тренер пытается заявить его на юниорский чемпионат Украины вне конкурса. В этом вопросе существуют возрастные ограничения и необходимо получить специальное разрешение руководства Федерации. Матвею попросту неинтересно соревноваться самому собой. Ему подавать соперников постарше, чтобы двигаться дальше к поставленной цели. Хочу добиться, стать олимпийским чемпионом. А в самом будущем я хочу стать, конечно же, тренером. О работе тренера Матвей знает не понаслышке. Уже попробовал свои силы в этом непростом занятии. Я уже пробую тренировать таких маленьких детей, которые только кататься научились. И мне очень нравится, и я хотел бы в будущем попробовать это. Мама Матвея в свои детские годы тоже мечтала о фигурном катании. Но на тренировке ездить было далеко, а ее родители работали. Поэтому вместо фигурного катания пошла на теннис. Так что теперь ее сын Матвей воплощает и мамину мечту. Когда мой ребенок увидел на катке другого мальчика, он говорит, мама, хочу вот так. Это ему было там три годика. Блин, я вспомнила себя и думала, нет, надо дать ребенку возможность попробовать. А вдруг его. Просто надо прислушиваться к своему ребенку. Он попробовал, ему понравилось. Он вышел со льда, он вышел на лед в одних джинсах и вышел, говорит, мама, я буду заниматься. График у 10-летнего фигуриста настолько плотный, что времени на школу немного остается. Каждый день от трех до пяти тренировок, постоянные выезды на турниры. В ближайшие выходные Матвей Ефименко примет участие на соревнованиях в Белой Церкви. А через неделю международный старт в Минске. Олег Шумейко, Тимофей Сорокин, UATV из Харькова.